здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас опять простой простой мастер-класс но вот такая вот великолепная шубка у нас получается опять же вяжем руками без крючка и спиц пряжа ализе пуфи фур обратите внимание это мех состав полиэстер стопроцентный ничего не меняется да ну на самом деле на ощупь она шикарно шикарный цвет 6607 в 100 метрах в 100 граммах 6 метров турецкая пряжа из серии пуфи ализе пуфи файн мы уже вязали и ализе пуфи а вот это вот новинка вот такая вот меховая как бы пряжа петелечки меховые очень быстро вяжется буквально за один день вы свяжете себе шутку и так для начала мы отсчитываем 70 петелек от начала матка вот теперь первый ряд мы вяжем слева направо вот по правую сторону у нас остаются петли которые мы отсчитали и вяжем слева направо берем нижнюю петельку из этого отсчитанного ряда и протягиваем в нее петельку от клубка как бы объяснить здесь у нас ряды идут поворотные все время мы вяжем лицевой ну вот только справа налево и слева направо вот первый ряд у нас идет слева направо вот мы вяжем смотрите аккуратно потому что бывает такое что петельки теряются вот и потом приходится распускать и перевязывать поэтому хорошо следим берем следующую петельку чтобы у нас никакая не провисала и все было вот размеры я вижу один девчонки пожалуйста поймите меня и а кстати забыла сказать понадобится 10 мотков пряжи довязываем до конца ряда вот далее еще один нюанс хочу объяснить что в конце ряда последняя петля кажется два раза вот что это значит это значит что мы первый ряд заканчиваем петля и тут же еще провязываем сейчас будет видно еще одну петлю как бы уже следующего ряда вот она последняя петля один раз и это мы провязали слева направо и второй раз это уже начало следующего ряда вот если вы не провяжите второй раз то у вас будет стянут край поэтому на это обратите внимание теперь мы вяжем ряд справа налево и продолжаем таким образом вязать все полотно всего 12 рядов у меня это все полотно и вот так вот она выглядит 70 петель это у нас и передняя деталь и спинка все это у нас вяжется одновременно вот так вот выглядит 12 рядов вот я здесь показываю 70 петель 12 рядов далее мы разделяем все полотно на три части это 70 наших петель вот 12 рядов 70 петель наших делится таким вот образом 19 1 полочка 32 петли спинка и 19 2 полочка вот сейчас мы вяжем 19 петель и будем вязать отдельно полочку левую полочку то есть только эти 19 петель остальные петли мы не оставляем отложенными не в работе итак 19 петель я довязываю теперь вяжем обратно то есть теперь ряд у нас пойдет справа налево вот я оставляю петли которые остались не задействованными и сейчас работает только с этими 19 петлями по левой полочки и так продолжаю вязать верх эту полочку и всего мы вяжем 8 рядов левую полочку эти 19 петель вот она наша полочка провязана вверх сейчас я вам покажу как соединять нити мотка вот когда у вас закончился один моток как присоединять второй значит вы берете начало мотка и 1 разрезаете последнюю вернее первую петельку чтобы у вас осталась ниточка а с того мотка который заканчивается вы разрезаете последнюю либо вот так как у меня здесь получается кусочек был и мне его хватило для того чтобы связать эти нити и свободные концы я обрезаю вот и продолжаю вязание и этот узел прекрасно прячется как бы в полотне ничего ему не мешает вернее смело можете связывать вот так вот кубки никаких узлов совершенно не видно вот видно моё уже готовое полотно левой полочки это 8 рядов вот и сейчас я приступаю к спинке вот спинка у меня составляет 32 32 петли вот я просто оставляю полочку и беру новый клубок и привязываю его перед первой петлей вот как бы между полочкой между спинкой здесь за свободный конец привязываю ниточку и вяжу 32 петли провязываю 32 петли и буду вязать спинку те же 8 рядов все вот эти детали пройма у нас вяжется 8 рядов две полочки и спинка все у нас одинаково никаких вырезов у нас не будет все у нас цель навязаны и максимально упрощенную потому что здесь в этой пряжи нереально просто делать какие-то такие вот нюансы дамки так довязываю я 32 ряда слева направо начиная слева направо потому что там я закончила полочку и поэтому начала слева направо но если так подумать по большому счету разницы никакой как бы не начнете ну так проще считать да там у нас первая петля и так проще считать вот теперь я вяжу спинку 8 рядов теперь справа налево и так продолжаю вязать всю спиночку вот видно здесь что я вижу просто среднюю часть связала среднюю часть 8 рядов и опять же оставляю клубок потом мы будем отрезать вот и полочку правую я начинаю вязать еще с одного клубка привязываю нить и вяжу оставшиеся 19 петель повторяю то же самое привязываю нить и вяжу 19 петель оставшиеся и опять же я их вижу 8 рядов на схеме все хорошо девчонки видно кому я почему основываясь на схему потому что я понимаю что полотно большой и не совсем не все представляют как это же выглядит как бы целиком вот я пока поэтому показываю как выглядит полотно целиком у меня три разделено общее полотно на три детали от которых как бы висят вот эти вот ниточки теперь нить спинки хотя это можно было сделать и изначально когда закончили спинку ну вот я просто думала как я буду вязать капюшон поэтому оставила значит я отрезаю нить и оставляю одну петельку которую я разрезаю эта петелька потом просто завяжется в узелочек и теперь я буду как бы закрывать эти петли и одновременно сшивать спинку и полочку вот смотрите я беру петлю справа видите вот со стороны проймы обе петли и правую петлю продеваю в левую далее беру петлю левую и продеваю в правую то есть каждую задействованную петлю новую я продеваю вы предыдущую вот здесь не путайтесь вот там кто внимательный обратите внимание далее я вот прям запуталась да поэтому следите за этим очень внимательно ту новую вот я беру новую петлю и я ее продеваю в ту которая у меня осталась после предыдущего продевания вот и таким образом я продеваю 12 петель слева и 12 петель справа то есть всего я закрыла как бы 24 петли но на самом деле это 12 петель одновременно вот здесь у тебя кстати запуталась немного вот одновременно это закрыто 12 петель полочки и 12 петель спинки вот по итогу у меня остается потом после закрытия вот эта центральная петля она никуда не девается и 7 петель на полочке вот тут тоже девчонки следите следите тут очень внимательно нужно все делать мне почему я это на обращаем на это внимание потому что очень легко мы теряемся в этих мехах вот она 12 петель вот так вот это выглядит и 7 петель у меня осталось на полочке так вот они которые петли остались и вот она центральная петля она тоже здесь остается спряталась немного от меня вот теперь я приступаю к второму плечу вот я его показываю берем петли вот от проймы крайние со спинки из передней детали и здесь я точно так же обрезаю и оставляю одну ниточку и и я потом привязываю когда набираю петли рукава делаю то же самое беру по очереду я по одной петле слева и справа продеваю и закрываю раз ту которую новую бы беру еще раз напоминаю я ее продеваю старую старая у нас аннулируется то есть закрывается таким образом я делаю то же самое вот и закрываю 12 с левой справа и соответственно сшиваю плечо и мы и и и и и Продолжение следует... 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 Вот эти петли капюшона, это то, что я говорила, 7, одна по центру, по спинке 8, вот одна по бокам, вот эти петли спинки, и между ними по одной петле я добавила. Вот мои 12 рядов я провязала для капюшона, и теперь я буду делать, как бы сшивать этот капюшон. И для того, чтобы сшить капюшон, я буду использовать тот же метод, как и на плечах, вот только мне нужно начать это дело со средины, потому что здесь у нас нет двух деталей, здесь одна деталь, которую по центру мы будем, начиная с центра, мы будем сшивать. Итак, я отсчитываю 14 петель, мне нужно отделить 3 петли центральные. Вернее, если по большому счету, то нам нужно отделить одну петлю, да, можно отсчитать 15, да, это я, наверное, чуть-чуть неправильно заморочила вам голову. 15, и вот они, 3 центральные, вот они, 3 петли, и по эту сторону у меня тоже остается 14 петель. 15, и вот, и будем сшивать, здесь мы будем основываться на центральную петлю. И относительно нее будем сшивать. Все то же самое. Сначала берем эту центральную, а потом по одной петле с каждой стороны. Вот, и продеваем новую петлю, продеваем старую. И так, пока не закончатся петли. Вот. Вот видите, вот так вот медленно я продвигаюсь к концу, как бы, ну, к концу капюшона, да, вот этот шов у нас получается по капюшону сверху. Вот так вот, и вот. Вот она, последняя петля, и я обрезаю нить, оставив одну петлю, которую я тоже разрезаю. Вот она. Я ее разрезаю и продеваю вот эту петельку, которая осталась. Далее просто увожу на единаночную сторону и продеваю пока, чтобы спрятать этот конец. Капюшон у нас готов. Вот такой вот он объемный, пушистый, красивый. Вот он. Видно, да? Сшитый плечик, капюшон, и теперь осталась нам рукав по пройме. Мы привязываем нить внизу проймы в месте разделения. И здесь вот, внимание, у нас 8 рядов. Конечно, это сложновато сейчас, но постарайтесь найти как бы боковые стенки петли, ну, каждого ряда. И по вырезу проймы набрать с каждой стороны по 8 петель. Вот я же говорю, я сейчас показываю, но это очень непонятно, да? Вот 8 петель я... И всего у нас должно получиться 17 петель, то есть 8 по вырезу рукава и по центру одна. То есть по центру это там, где вот у нас висит нитка, которую мы оставили, вот когда обрезали эту нить. Вот эту нить, к сожалению, я не показала, я ее бы сейчас привязать в этом ряду, к этой основной закрепить таким образом. И вяжем рукав. Рукав я вяжу поворотными рядами. Вот, смотрите, я показала, я набрала 8 петель. Вот по центру я набрала одну вместе с шва. И я перехожу на вторую часть проймы, то есть вторую деталь, и набираю еще 8. И далее буду вязать поворотными рядами. Почему не круговыми? Потому что очень большие петли. Почему-то я решила, что вот поворотными будет лучше потом сшить их. И должна вам сказать уже, исходя вот, когда я озвучиваю видео, из того, что получилось, как раз нормально. Потому что я боялась ступеньки, вот там, где заканчивается рукав, что будет некрасивый, как бы, стык. Вот, поэтому я сделала его таким вот образом. И вот сейчас эти 16 петель я вяжу поворотными рядами. Длину и всего я вяжу 15 рядов. У меня рукав, но рукав, вот она, видите, пройма. Вот, ну, не получается показать. Вот 8, 8, одна по центру, которая у меня вылезла, и 8 с другой стороны. Все. И теперь я вяжу поворотными рядами. Вот, слева направо, справа налево, то есть будет у нас шов. Вот он, видите, я вяжу рукавчик. Он у нас с отверстием стыка. И так вяжем мы наш рукав 15 рядов. Но вы смотрите, это на мой рост метр семьдесят. Вот вы видели на фотографии, еще в конце вы увидите рукав на мне. Вот, вы можете корректировать, но должна сказать, что это как раз тютерка. Так, тютерку 10 мотков пряжи. И закрываю я вот петли, как бы вяжу ряд в обратном направлении, просто провязываю, продевая петля в петлю. Ну, как бы классическое закрытие. Вернее, вторую продеваю в первую петлю. Вот, начиная от обратного конца, там где у нас осталась нить, от обратного конца я начала. Вот, далее просто эта нить разрежется. Вернее, вот последняя петля осталась. Далее мы берем ножнички и несколько, как бы, этих петель разрезаем, чтобы с этой ниточкой сшить рукав. И измерить его нужно по длине, как бы, вот этого шва, плюс там 15 сантиметров. Вот, я измерила. И еще одну. И нить обрезаю. И тогда я вот эту ниточку продеваю в последнюю оставшуюся петлю. Вот, и сшиваю этой нитью весь рукав. Сшиваю достаточно так свободно. Ну, как свободно, как позволяет это полотно. Потому что там петли, вот, как бы, в каждый ряд я просто руками продеваю эту нить и двигаюсь в сторону основной детали, да, по рукаву. Вот. Шва вот этого абсолютно не видно. Все в этом меху прячется. Поэтому не боимся таких грубых движений. Это как раз для тех, кто только начинает, ну, познавать мир вязания. Да, я считаю, это самая идеальная пряжа и самый идеальный способ вязания. Вы очень быстро видите результат, да, получаете быстрый результат при минимальных затратах времени и при минимальных знаниях. Вот. Потому что здесь не используются, конечно, ни вырезы классические, ни окаты рукавов, ни пройма, ничего. Тут достаточно ровных прямых деталей. И эффектная пряжа вам сыграет на руку, и все будет хорошо. Плюс не нужны никакие ни петли, ничего. Достаточно большую пуговицу пришить. Сейчас я вам покажу, как я прикрепила. Я даже не пришивала, я просто привязала веревочкой пуговицы. Серьезно. Сейчас покажу. Вот здесь вот я добираюсь до проймы. Вот. Там ниточка у нас от набора петель. Привязали, обрезали остатки. Точно так же поступили с остатками остальными. Где там на полотне соединялись, какие детали. Вот. Все мы обрезаем. Вот такой вот рукав, без никаких убавлений, без ничего. Вот. И вот она моя пуговица. Я просто продела в нее нить контрастную, продела, чтобы вам видно было. Вот. И продела на изнаночную сторону. И там я просто завязала узелком, пока я ее там завязала. Вот вы видите предыдущую пуговицу. Завязала на бантик, чтобы можно было развязать и переместить эту пуговицу еще в другое место. Это я просто пробую. Я буду мерить на себя. То есть вот в этом моменте вы можете скорректировать ширину, подвинуть пуговицу. Значит, кардиган получается где-то, ну, он оверсайз, размер до 50-го. Ну, может до 52-го смело. Значит, длина у меня получилась 72 сантиметра. Ширина 65 сантиметра. Длина рукава 45, но это 45 самого рукава, там же спущенный рукав. Вот. Капюшон глубина 35 сантиметров и высота 40 сантиметров. И я еще раз повторюсь, это 10 мотков, 3 пуговицы я прицепила. И я вам, вы знаете, что хочу обязательно сказать, я вот сама сижу и думаю, хоть бы не забыть. Мы фотографировали, вот подружка меня снимала и фотографировала на улице минус 10. И в нем тепло. И я вот разговариваю, это я с ней говорю и говорю, как бы. Я думала, я замерзну, но я вообще не замерзла. В нем очень, на самом деле, очень тепло, очень, вообще безумно тепло. Вот правда, тепло, тепло в нем. И я же говорю, я этого не ожидала. Еще фотографии будут, это я быстренько это все сделала, чтобы просто вам уже предоставить видео, кто хочет шубку за день, буквально за день. Это еще легче вяжется, чем Ализе Пуфи. Вот такая вот она объемная, пушистая, мягенькая, мягенькая и неожиданно теплая. Вот, я же говорю, я этого не ожидала. Вообще, еще можно на нее пришить подклад, кто умеет шить. И вообще будет супер, правда. Вот, а на сегодня с вами, девчонки, прощаюсь. На сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока. С вами был Игорь Негода.